машине значит показываю тебе масштабность в наших орнаментах и в наших принтах значит так как мы уже с тобой говорили и мы с тобой переходим к наброску двух девушек вот так вот то есть ты на том занятие дело похожих девчонок вот и в принципе на этом занятии на нам нужно повторить этих же девушек до фигурки такие показать то есть нам не самое главное как будут выглядеть девчонки то есть наши луки а самое главное как будут выглядеть наши орнаменты и принты внутри этих фигур так переходим значит у нас с тобой имеется элемент у нас он с тобой это осьминог да что ж такое то сейчас секундочку это осьминог вот он но я так условно до нарисую вот цвет в давай уже потом в конце сделаем вот посмотрим как это все будет выглядеть первый вариант это мелкий масштаб нашего с тобой осьминога то есть это print ты здесь делаешь что именно конкретно не просто сам по себе осьминог да а именно отрисовываешь рапорт то есть что я такое ты отрисуешь вот такой 10 на 10 например кусочек это для первой модели и тут уже строишь свою схему как ты хочешь чтобы твои осьминожки располагались я их нарисую условно вот вот так и вот таким вот образом ты заполняешь здесь видишь кусочек видно здесь тоже самое и вот таким образом вот ты заполнила между ними что-то обязательно будет ты я помню сделала вот такие пузырьки воздуха как будто они под водой вот вот это ты все дело отрисовала причем не особо тут можно вырисовывать главное что было понятно что это твой принт именно вот этого осьминога дальше что что мы делаем значит все это возвращается вот сюда к этой нашей девочки и ты уже думаешь что бы ты хотела с помощью этого орнамента заполнить ну допустим не знаю может быть это будет будут какие-то карманы давай так условно платье понимаю в пол но к примеру это будет платье не в пол да а какой-то какая-то курточка и так далее вот но я на большом таком разгоне сделала юбка огромная для того чтобы было более понятно эту же схему ты закладываешь сюда переносишь то есть да этот кропотливый труд конечно потому что очень много надо отрисовать одинаковых элементов и так далее переносишь все что у тебя есть вот прям как 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 на образце и на втором кармане то же самое все твои вот эти осьминожки пузырьки воздуха да и так далее значит тут все понятно дальше на второй модели у нас будет нечто другое и интересное ты вот нашего нашего с тобой осьминога берешь и делаешь моно то есть один единственный орнамент столько с ним но например ты его можешь повернуть вот в эту сторону и сделать вот такой интересный дизайн платье да это будет эксклюзивная модель и все это будет являться общей коллекции то есть они будут перекликаться между собой дальше тут ты уже естественно увеличиваешь все свои возможности то есть при увеличении твой вот этот осьминожек мы помним да там какие-то были детали какие-то закрученные элементы тут были точечки внутри этих деталей и так далее так далее так далее тут у нас был внутри какой-то цвет желтоватый ну к цвету мы еще придем доберемся вот эти все детали тоже можешь принципе использовать если тебе это нужно такие орнаменты они создают эксклюзивность в работе что-то неповторимое но вот ты можешь спросить а как будет ну скажем так похожесть в чем наши коллекции давай сейчас вспомним какого цвета у тебя сам осьминожек я не помню точно давай к примеру вот такой пусть он будет неважно какого цвета у тебя он будет свой да а у меня он будет вот такой и это его основной цвет допустим такой да какой-то вишневый темно-вишневый далее что у нас здесь у нас здесь идет какой-то желтенький цвет вот здесь на брюшке я помню был и допустим у нас еще был какой-то может быть даже фиолетовый вот здесь вот но пусть будет так то есть у нас есть акцент это желтый дополнительный у нас фиолетовый и у нас есть также красный это основной такой темно буряч не вы вот вот такая вот у нас получилась история с этим осьминожком да дальше здесь у нас там точечки какие-то были как ножки поехали дальше вот наши три основных цвета что мы делаем с этими цветами ну во первых мы мы берем этот цвет и заполняем например полностью этим цветом вот это платье у нас уже будет перекликать перекликаться именно по цвету да то что ты взяла от осьминога основной цвет он может быть и светлее быть он может быть темнее как угодно вот здесь может быть тень какая-то да вот идти ну в общем вот таким вот образом у нас закладывается тени складочки а вот сам орнамент на твоей на твоем кармане он может быть каким-то другим ну например ты возьмешь желтый цвет который у тебя тоже имеется в твоем осьминожки да и ты сделаешь их например желтенькими но я так условно говорю не обязательно их делать вот в этом же и состоит дизайнерская задумка идея например что фиолетовый у тебя фиолетовый да еще был цвет но вот тут какие-то фиолетовые детали могут быть вот эти вот кружочки ну и самым кстати сама ткань она может быть вообще фиолетовая то есть сам фон твоего кармана правильно давай я так и сделаю чтобы было более понятно вот твои вот эти осьминожки будут уже желтые вот ты можешь это делать почему нет это ты же дизайнер ты так видишь у тебя фон платье основного цвета также как и основной цвет в твоем осьминожки а все остальное ты уже решила вот так обыграть тут у тебя может быть тоже что-то такое нет что вот такое как будто ноги до того же осьминога сюда можешь заложить вот в чем состоит сам дизайн вот дальше поехали тут у тебя допустим платье можно взять более нейтральное ну например какой-то светло молочно-желтого цвета вот такого до плана сейчас секундочку вот допустим заложим вот такой цвет тоже может быть ведь мы же не берем другой вообще цвет мы взяли желтый только его с более светлый оттенок тоже может быть ты вот взяла более нейтральный цвет он такой без претензий если бордовый он более такой яркий до такой прям насыщенный то этот цвет он особенный ну такой легкий скажем так и приятный вот и вот таким вот образом машуня мы составляем коллекцию по масштабу по форме по цвету соединяем как бы да между собой давай подумаем что мы возьмем самого дракона и господи дракона твоего осьминожка давай допустим мы возьмем тот же цвет что и нужно то есть здесь у тебя основной идет желтый то есть платье до его много но акцент берет конечно же весь все внимание на твой авторский рисунок скажем тогда авторский принт то что у тебя вот он моно он один на него все внимание больше никаких принтов нет и таким образом у тебя получается потихонечку такая интересная вот деталь твоего лука вот то есть он необычный это твой будет осьминожек который будет выглядеть как платье эльзы скиапарелли мы с тобой кстати говорили на эту тему когда-то да я тебе рассказывала историю этого дизайнера вот и вот таким вот образом ты потихонечку вырисовываешь и свое второе платье так что-то пошло не туда немножко я разогналась так дальше что мы делаем ну естественно детали детали это наше все и ты можешь здесь сделать допустим наши с тобой да вот эти в их лястики которые уходят эти ножки или что это такое вот и можешь обыгрывать уже вместе с ними то есть все что ты оставляешь ты считаешь вот это класс ты позволяешь как дизайнер этому быть на твоем холсте на твоем полотне вот вот таким вот образом я тебе предлагаю сейчас сделать наше занятие проработать нечто похожее